Здравствуйте, уважаемые зрители! Вчера у меня был день рождения. Многие азербайджанцы меня поздравили. Спасибо всем за поздравления. Сегодня я продолжаю вести репортажи ситуации Армении и Азербайджане. Ну вот, сейчас зачитаю последнюю информацию, что пишет армянская пресса. В газетах Горопарак сообщает, Бердзор или Лачин будет сдан в день рождения первой леди Азербайджана. Вот. Лачин, или по-армянски Бердзор, и здесь сейчас такая напряженная ситуация. Так, Пашинян сказал своей команде, что во время трехсторонней встречи в Москве сделает все возможное, чтобы отсрочить эвакуацию о говно и Бердзором. Об этом пишет газета Горопарак. В общем, Пашинян будет дальше тянуть, как сказать, резину и стараться, чтобы ну, Азербайджан сейчас не взял под контроль эти все населенные пункты. Вот. Лачин, СУС, Изабух. Напомним, крайний срок сдачи к территории 25 августа. Таким образом, он постарается не только выиграть время и продвинуть работы по перемещению коммуникаций, но и избежать волны критики, которая прокатится с новой силой после 25 числа. День сдачи Азербайджану говно 26 августа. День рождения Мехрибана Лиевой. Примечательно, что Карабах, как правило, сдавали по частям. Знаменательные для Азербайджана дни, из-за чего Пашиняна обвиняет в прямых контактах и сотрудничестве с Алиевым. Шуша был сдан 29 ноября в день азербайджанского флага. Карабахар в день рождения Монте, освободившего Карабахар. Лачин Бердзор будет сдан в день рождения первой леди Азербайджана, пишет издательство Грапарак. Так что Пашиняна сейчас все обвиняют, что он ведет двойную игру и пытается срочить сдачу забуха и Лачина. Но Пашиняна да, он тоже такой хитрый, не дурак. Сейчас если он все сдаст быстро, на него такая критика волна пойдет там, что его сметут может с власти, пусть он предатель уже, как бы все содействует сдачей Карабаха. И вот что здесь пишут, да. Армянские СМИ пишут, что премьер Никол Пашинян сказал своей команде, что во время трехсторонней встречи в Москве сделает все возможное, чтобы острочить эвакуацию Забуха и Лачина. Но я вам говорил эту статью как раз. Ранее в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев было, как сказать, несколько поручений, данным президентом Ильхамм Алием в связи с организацией возвращения местных жителей в город Лачин из села Забуху-Су с Лачинского района. И сейчас структурные подразделения комитета реализуют меры, связанные с организацией возвращения Лачин, ну, азербайджанцев, чтобы они начали заселять эти села Забух, СУС, проводятся опросы для уточнения числа бывших вынужденных переселенцев, оценки возможностей их трудоустройства, выполняются необходимые меры по эффективной организации переселения. А Пашинян решил вставлять палки в колеса, понимает, что надо усеять на двух стульях или получится, не получится. Ну, вы видите, ситуация напряженная в Ереване сейчас. Так, и вот сейчас интересная тема такая. Армянин, вот видите, Андроник Щеущан, он беседует с корреспондентом Энелой Фатулаевым, который посетил город Лачин и село Забух. И вот у них идет, как сказать, спор. И армянин говорит азербайджанцу, армяне живут в Забухе с 4 века нашей эры. Представляете, вот глава этого села Аговно Чеущан говорит, ну, как сказать, азербайджанскому журналисту, что, мол, армяне здесь живут с давних времен в Забухе в этом Аговно, а вы тут не жили никогда. Я представляю, что азербайджанцы ответят этому самому главе. мне кажется, здесь все время жили азербайджанцы на этой территории. И вот теперь такая ситуация конфликтная. Так, и да, я вам сказал, что азербайджанский журналист Энулаф Атулаев посетил эти села, село Забух. И как передает АЗС, азербайджанский журналист опубликовал интересный репортаж с места важных событий. Он сегодня опубликовал. А ему сказали как? Он приехал туда на территорию Карабаха, сейчас я покажу, и его не стали впускать туда. Он хотел посетить Ханькинди, и тут появился как бы такой полковник российской армии, так, да, полковник Зимин, миротворец, как бы сказать, начальник. И он и говорит азербайджанскому журналисту, вы играете с судьбой, так сурово прозвучал вердикт полковника Зимина у контрольно-пропастного пункта на шоссе Ханькинди-Шуша. Так, это там полковник российских миротворческих сил в Карабахе, его там называли товарищной штаба. После получасовой аргументации своей позиции азербайджанец добился, чтобы его пустили туда, полковник задумался. Ведь вы должны способствовать примирению наших народов, сказал журналист, не так ли? А для этого нужны контакты, уверял азербайджанский журналист российского офицера. А он, российский офицер-полковник говорит, наша задача это безопасность региона, а примирением пусть занимаются психологи-юристы. Жестко по-военному ответил сибиряк, которому сложно было подавить себе врожденное чувство доброты. После долгих прений, консультаций, полковник все же сдался. Хорошо, вы едете в Лачино-Забух. Представляете, уже не хотят пускать азербайджанских журналистов, чтобы они сделали репортажи в Забухе, в Сусе, в Лачине. И вот такая информация, сейчас я вам зачитаю. Генерал Баласанян потребовал закрыть въезд азербайджанским журналистам в Карабах. Так, сейчас я вам покажу, где он там этот, ну видите, на фотографии вверху, вот он Баласанян, он заявил, что, мол, надо закрыть въезд всем азербайджанским журналистам в Карабах. Это скандал там был, да, скандал. В Армении продолжается скандал, когда азербайджанский журналист Айнулаф Атулаев посетил Чин-Забух. Так, напомним, что накануне пресс-секретарь главы Совета Безопасности Нагорного Карабаха Акопян опроверг факты проникновения азербайджанского журналиста, а армянские начали уже дезинформацию, что они не пускают, азербайджанцев. Однако, сегодня секретарь Совета Безопасности Нагорного Карабаха Виталий Баласанян обратился напрямую командующую российским миротворческим контингентом генерал-майору Андрею Волкову с просьбой запретить ЕС Карабах представителям азербайджанских СМИ. Понимаете, уже не хотят пускать в Карабах азербайджанские СМИ. Представляете, азербайджанцев, они ведь хозяева этой территории, а армяне говорят, зачем, не пускайте миротворцы их туда, зачем они нужны, корреспонденты азербайджанские, они там мутят воду. Секретарь Совета Безопасности обратился командующий российским миротворческим Катенгенда с просьбой не пускать в Карабах азербайджанских иностранных журналистов. Без согласия Совета Безопасности Карабах у них есть такой, и миротворцев, говорится в заявлении Совбеза, которое цитируют армянские СМИ. И вот тут идет сейчас разборка, мол, почему азербайджанским журналистам закрывают въезд в Карабах. Карабах ведь это всеми признанная территория Азербайджана. Почему сейчас уже даже азербайджанцев туда не пускают? И говорю, это вообще обнаглели и армяне эти местные и российские миротворцы, они считают, что они власть там. Вот такая новость. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.